Доброго времени суток, друзья! Приветствую всех на канале Airzone Game. И мы продолжаем нашу обзорную экскурсию по проекту Grand RP. В прошлой серии этого обзора мы посмотрели на ряд интересных и уникальных решений, связанных с этим проектом, но также и столкнулись с трудностями, которые присутствуют на этом сервере. А трудности здесь связаны с транспортом и в целом передвижением по этой карте. Особенно это касается новичков, у которых еще нету прав, за которыми мы, кстати, сейчас и приехали. Но прежде чем получать права, я бы хотел отметить еще один важный факт, который меня удивил, потому как на проектах GTA V я не привык к такому отношению, но здесь все люди, с которыми я повстречался, разговаривал, беседовал, оказались очень доброжелательными и отзывчивыми. Повторю, что это меня действительно удивляет, потому что на проектах GTA V обычно так не происходит. Прошлую серию я закончил на том, что я остался один одинешенник в Пале ТБ без возможности оттуда выбраться. Я обратился к человеку, который стоял там же, недалеко на лесопилке и фармил какие-то там свои дела. Он вошел в положение и согласился любезно отвезти меня сюда, вот в лицензионный центр. Это еще раз доказывает о том, что мне попадаются, по крайней мере пока, мне попадаются очень отзывчивые люди. Ну и переходим непосредственно к сдаче самого экзамена на водительское удостоверение. Выглядит это вот таким вот образом. Берем синенькую машинку и едем по синим триггерам. В общем-то никакой особенности здесь нету. Это выглядит обычно, как это на большинстве проектов. Но здесь есть все-таки одно «но». Хорошо это или плохо, уж решайте сами, но права, которые мы сейчас получим, даются здесь не навсегда. Они выписываются на 30 реальных дней. То есть раз в месяц вам придется пересдавать или просто получать. Я не знаю, это надо будет уже посмотреть по истечению этих прав, как они продлеваются. Либо это просто оплачивается, либо это по новой катаешься вот по этим триггерам. Не могу сейчас сказать, как это выглядит, но даются права всего на 30 дней. Еще одна отличительная черта, которая мне понравилась. Можете заметить, что я еду со скоростью ровно 80 км в час. Такого я тоже не встречал ни на одном проекте. По условиям сдачи вы не имеете права превышать скорость в 100 км в час. Но вы можете в настройках автомобиля поставить себе любое ограничение. 40, 50, 60, 70, 80 км в час. И так вы не нарушите правила. И вот это мне показалось очень интересным решением, упрощающим жизнь игроку. Ну а в целом сдача на права, как вы можете заметить, достаточно стандартная. Все, приехали на последний триггер, получаем удостоверение водителя. Через инвентарь проверяем, получили ли мы их. И вот смотрите, как здесь написано. Видите, дата окончания такая-то, такая-то. И в скобочках 30 дней. Вот отношение к деталям на этом проекте действительно удивляет. И выполнение, и сама информативность. Все сделано на высшем уровне. Вот в связи с этим-то и удивляет еще и то, что проблема с транспортом-то никак не решается. Хотя вот такое вот отношение к деталям. Вот здесь, как вы можете заметить, стоит точка аренды скутеров. Это ключевое место, ключевая точка. И здесь есть аренда скутеров. А на остальных ключевых точках нету этих аренды транспорта. А для новичка, как я, это очень важно. И нету даже в телефоне возможности найти эту аренду. И то, что арендованный транспорт исчезает через 3 минуты, я вообще считаю великой глупостью этого проекта. Ну, а мы, так как получили права, можем проследовать дальше для того, чтобы посмотреть, что же еще есть на этом проекте интересного. И какие есть работы, какое есть гражданское развитие. И вот одна из таких ключевых точек, на которые мне бы хотелось заострить внимание. А дело все в том, что это не просто рабочая точка, где вы устраиваетесь куда-то и что-то там выполняете. Это частный бизнес. То есть этим вы можете заниматься в любое время, самостоятельно, никуда не устраиваясь, не прокачивая никаких навыков. Ну, вернее, навыки прокачивания-то у вас будут здесь на любой работе. Но эта точка является частной. То есть вы хотите заниматься горной добычей, вы идете и занимаетесь. Вы работаете и добываете вот эти вот материалы, а здесь выпадает медь и еще какой-то ряд драгоценных камней. Но, конечно же, это все выпадается очень рандомно. Основная масса выпадения это медь. И эту медь вы можете продавать как игрокам, которые тут занимаются, видимо, каким-то крафтом, так и на точку сбыта. И сюда не надо устраиваться. Для того, чтобы здесь работать, вам нужен инструмент, в данном случае кирка, и рюкзак. Ну, и еще нужна машина, куда вы будете это складывать. Но и даже это не обязательно. Можно, в принципе, набивать себе карманы. Карманы достаточно вместительные. Имеется в виду карманы в рюкзаке, который вы приобретете. Но в моем случае вообще без ничего сюда приехал, просто поколошматить. И занимаетесь вот этой вот добычей чисто для себя. Сколько вы наколошматите, столько вы и продадите. Ну, соответственно, столько вы и заработаете. Вот именно такого решения и не хватает на большинстве проектов, которые я посетил. Именно вот этой вот частной занятости, которая позволяет вам не зависеть ни от кого. Никуда не устраиваться, не зависеть от уровня, ну и тому подобное. То есть вы вольно выбирать. Хотите вы заниматься вот этим вот, или хотите идти на какую-то государственную работу, устраиваться там на лесопилку, или там еще на какую-то работу, которая требует устройства и увольнения. Эта же работа от вас ничего не требует, кроме инструмента и вашего времени. Вот именно такое решение я имел в виду, когда делал обзор на ныне мертвый проект Сансара. Именно вот этого там и не хватало. Изначальной занятости населения. То есть если бы на Сансаре была подобная практика введена, то у меня был бы выбор заниматься вот так вот своей деятельностью, или пойти в какую-то организацию устраиваться. А у организации была бы конкуренция. То есть они понимают, что если они мне дадут низкую зарплату, то я пойду и буду зарабатывать эти деньги самостоятельно. Тогда бы им нужно было повышать зарплату и заманивать население к себе на предприятие. Но на Сансаре этого не было. У вас был единственный выбор, это идти и искать себе по предприятиям какую-то работу. Ну естественно пользуясь этим, владельцы предприятия не заинтересованы. Потому что и так народ к ним валом валит, и еще им надо за это и платить. Но здесь же вот есть выбор. Вы можете заниматься частной деятельностью, колошматить себе какие-то ресурсы. Повторюсь, что ресурсы выпадают рандомно. Основная масса это естественно медь, она дешевая, но можно поймать и алмаз. Я наколошматил каких-то драгоценных камней, уже честно говоря сейчас не помню как они называются. Но они выпадают достаточно редко. Но они стоят денег и их можно продавать игрокам, которые занимаются скупкой этих драгоценных камней. В дискорде этого проекта есть целые группы, занимающиеся скупкой и продажей вот именно этих драгоценных камней, которые здесь можно получить. Поэтому у вас есть и в этом тоже выбор. Найти прямо на карте скупчика, найти в дискорде скупчика. Или просто поехать на точку сбыта, которая здесь недалеко представлена. Точек сбыта несколько и цены на этих точках сбыта варьируются. То есть на одной может быть подороже, на другой может быть подешевле. Если вы знаете какую-то цену, и если есть информация, кто-то уже узнал цену там, кто-то узнал цену там, то есть вы можете еще и выбрать и поехать продать туда. Таким образом, эта точка является, почему я ее назвал ключевой, что она освобождает вас от нудной работы, например, водителя автобуса. Или если вам не нравится там работа лесопильщика, она вам кажется нудной, вы можете приехать сюда и работать на себя. Другой вопрос, что все это занимает огромное количество времени. Это действительно надо понимать, что приедя на эту точку и занимаясь, так сказать, частной деятельностью, зарабатывая деньги независимо ни от кого, вы должны понимать, что времени это у вас сожрет, ну просто огромное количество. К этому надо быть готовым. Ну а что касаемо экономической составляющей вот этой вот точки, то здесь не все так просто. Экономика этого проекта достаточно сложная, ее нельзя назвать плоской. Тут надо смотреть, не все работы вы сможете перекрыть по заработку вот на этой точке. Нет, далеко не все. И в дальнейшем я это вам покажу, что есть работы, на которые вы устраиваетесь, которые требуют устройства, которые требуют увольнения, которые требуют от вас уровня. Но там зарплаты гораздо выше. Но не все работы таковы. И еще одно ключевое, то ключевой момент, что зарплаты здесь тоже падают и поднимаются. То есть в какой-то момент вы можете зарабатывать больше, например, работая на ферме. Но в какой-то момент цены на зарплаты на ферме падают. И вам надо будет искать какое-то другое решение. И вот эта точка, например, может вам как раз и сыграть роль вот этого перехода. Если на каких-то работах, которые вам нравятся, зарплаты упали и нет смысла пока там работать, вы можете прийти вот сюда и поработать здесь. Подождать, когда цена на ту вашу любимую работу, которая вам нравится, поднимется. Это вопрос экономики. И экономика, еще раз скажу, здесь очень-очень сложная. Я не ожидал такой экономики на проекте GTA 5, но она здесь действительно сложная. Она варьируется, она все время в перепадах находится. Вам надо будет все время размышлять, куда вы сейчас поедете, нужно ли вам это по деньгам. Или сейчас можно переждать и, например, позаниматься какой-то частной деятельностью. Поэтому еще раз скажу, это достаточно ключевой момент и отличное решение для подобного проекта. Я такое встречаю первый раз и вот именно такое решение я и искал на других схожих проектах. Но, к великому сожалению, я об этом часто говорил в своих обзорах, что гражданское направление на этих проектах очень слабо выраженное. Оно практически неразвитое. Все, что вам предлагается на других проектах, это работать на каких-то работах водителям автобуса, дальнобойчикам и тому подобное. Это здесь тоже есть, но, как видите, здесь еще и есть частная деятельность. То есть я могу заниматься чем-то своим, независимо от тех работ, которые предлагаются на проекте. И это не единственная точка. Так здесь еще можно заниматься, например, нефтью. И если мне получится показать, как выглядит работа нефтяника, частная работа нефтяника, я, конечно же, это покажу. Ну, а на данный момент я опять столкнулся с тем, что проблема транспорта на этом проекте. Естественно, что мой скутер, который я арендовал, исчез. И в дальнейшем опять беготня, беготня и беготня. Но мир не без добрых людей и меня опять любезно согласились подвести до нужной мне точки. Но все время обращаться к кому-то это такое себе занятие, я вам скажу. И надо уже решать проблему с транспортом глобально. То есть покупать что-то свое. Ну, а я же на данный момент приехал как раз на ту точку добычи нефти, которая относится к частной деятельности этого проекта. И вот как это выглядит. Мы подходим к нефтяному насосу, с ним взаимодействуем идет дальше вот такое вот красивое опять, как и все на этом проекте, оформление. И перед нами стоит выбор, что мы будем добывать. Бензин, керосин или дизель. Дальше идут 4 насоса. Нажимаем левой кнопкой мыши на насос, идет анимация прогрузки и все. Вот это все, что от вас требуется. По очереди нажимаем вот эти 4 насоса и потихонечку у нас скачается тот выбранный нами материал, который мы хотим получить из этого насоса. Бензин, керосин или дизель. Все это по разным ценам потом надо будет продавать скупщикам. И тут опять вступают в игру все те же самые разнообразия, которые перед вами стоят. Вы можете продать это скупщику, а можете найти тех, кто скупает здесь дизель или керосин или бензин. Таких здесь скупчиков тоже очень много. То есть все зависит от вас, куда вы хотите потом продать свой конечный продукт, который вы добыли. Скупщикам, игрокам. Ну, в общем-то выбирайте. Это та же самая работа, как и горная добыча, которая не требует от вас ничего. Приходите и качаете. Ну и естественно нужен транспорт, если вы хотите накачать себе какое-то большое количество и потом это по выгодной цели продать. Ну и вот таким вот образом эта точка является еще одной дополнительной работой для частного развития, для гражданского развития персонажа на этом проекте. Чего еще раз скажу, не хватает на других схожих проектах. Вот именно этого частного, частной занятости населения. Если вы не хотите работать на какой-то работе, которая требует уровня, прокачки, трудоустройства, идите и занимайтесь частным делом. Как этим занимаюсь сейчас я. Ну, а если в какой-то момент вам надоела всяческая работа, вы можете посетить какие-нибудь места досуга или, например, как я пошел в качалку. Что здесь тоже есть. И эта качалка не просто так. Вы не только визуально наслаждаетесь увиденным, вы еще и прокачиваете себе некие навыки. Что тоже очень интересно. Но время неумолимо, а нам надо посмотреть как можно больше на этом проекте. И следующая работа, как вы уже можете узнать, это работа электрика. Туда-то я и направляюсь. Ну, и вот как выглядит сама работа. Естественно, что она требует устройства и увольнения. Как всегда, на высоте выполненная табличка. Все разъясняется, все красиво выполнено. Как я уже говорил, претензии по выполнению всяческих мелочей на этом проекте, ну, просто на высшем уровне. Ну, а вот сама работа мне не понравилась, ну, от слова совсем. Выглядит вот таким вот образом. Вам дается три провода и вам надо их куда-то подсоединить. Как это работает, я так и не понял. Скорее всего, это какой-то рандом. Просто случайно, наугад, куда-то тыркаете эти провода. Подбираются эти провода мышкой, но очень-очень плохо они подбираются. Надо найти вот этот маленький кусочек, где начинается взаимодействие курсора с мышкой. Если вы не угадали, загорается красный экран, повторяете все по-новой. Если вы угадали, загорается желтый экран и вам приходит оплата. Выполнение этой работы мне не понравилось. Скучно, непонятно, рандомно, убивает огромное количество времени. Подцепление этого провода занимает какое-то тоже огромное количество времени. Не понравилась мне эта работа. Но прокачав ее, если, конечно, вы сможете ее прокачать, вы переходите на следующий уровень, где вам выдается машина, и вы начинаете ездить уже по карте, по большой локации, и выполнять, в принципе, ту же самую работу. Вот так вот подключать провода наугад, но только уже, так сказать, на всей карте. Ну, а мне же эта работа не понравилась от слова совсем, поэтому я оттуда очень быстро ретировался. Но, тем не менее, вам я ее показал, как она выглядит. Тем более, что проблема с транспортом все накипала и накипала. Передвигаться мне пешком, ну, очень и очень надоело. Кого-то все время просить, чтобы меня подвезли туда или сюда, тоже такое себе занятие. Поэтому я пошел искать какой-нибудь транспорт, который мне сейчас по карману. Немножко денежков мне удалось заработать, и я пришел, естественно, в мото-магазин, чтобы купить себе хоть какой-нибудь скутер. Здесь можно купить не только скутер, можно купить и велосипед, и горный велосипед. В общем, все, что можно вообще найти на просторах GTA 5 двухколесной, здесь все представлено. Магазинчик, как всегда, на этом проекте представлен очень красиво и симпатично. Это вы все видите, это нестандартное решение. Это выглядит совсем, ну, неузнаваемо, я бы так сказал. Вся информация присутствует, но у мототранспорта нету, практически у большинства нету никакого багажника, поэтому мне нужен был транспорт просто, чтобы передвигаться. Но здесь настают другие проблемы. Купить просто так транспорт здесь можно, но только хапнешь горе. И с чем же это связано? Здравствуйте. Здорово, братва. Не подскажите, что здесь по машинам? Что вы конкретно хотите узнать по поводу машин? Ну вот я накопил 4000, хочу скутер взять. Я смогу его взять, не имея дома? И у меня потом не будет никаких проблем с этим? Нет, нужно парковочное место. Что такое парковочное место? Смотрите, есть, 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 короче, парковки, они отмечены GPS, P английское, вот синенькие. Там есть парковочные места, это если вы хотите разместить свой транспорт, то вам придется там размещать. Только таким образом можете... А продается или что? Да-да-да, вы подходите, если желтым маячком, то есть светится парковка, то значит на свободу вы можете ее занять своим автотранспортом. Это бесплатно или надо покупать или арендовать как? Я могу передвигаться, тут нету скутеров, невозможно их найти. И через 3 минуты он исчезает, зараза. Давайте мы вам купим машину, поехали с нами. Так, не, не, спасибо, ребят, не надо. Я вам перевел там 20 тысяч, я вам перевел только что 20 тысяч, можете купить. Поехали мы, если купим. Или поехали, поехали мы купим машину. Давайте, давайте, поехали, поехали. Да что вы отказываетесь? Поехали, бесплатно же предлагают. Ну и вот, друзья, такой диалог и такая вот встреча у меня произошла. И я опять не перестаю удивляться тому, сколько адекватных и доброжелательных людей я встретил на этом проекте. Если кто-то не понимает, почему меня удивляет встреча с адекватными людьми, то посмотрите обзоры подобных проектов у меня на канале, где меня убивают на 40-й минуте, убивают, например, на точке работы, не дают доставить пиццу, убивают, когда я работаю водителем, ну и тому подобное. У меня очень много показано такого видео, где, в общем-то, очень много неадекватов. На этом же проекте прямая противоположность тому, что я привык видеть. И поверьте, если бы что-то со мной случилось, я бы показал вам это, но показать нечего. Я шел в первой серии по обочине, шел с Палета Б по обочине шоссе, и никто, никто не пытался меня сбить, а наоборот останавливались и предлагали подвезти. И может быть, мне просто везет, и я просто еще не встретил тех неадекватов, которые обычно населяют подобные проекты. Я не знаю, если что-то произойдет, я обязательно это покажу. Но пока я встречаю только очень доброжелательных и отзывчивых людей. Может быть, может быть, еще расскажу, это везение. Но вот такая статистика. Из 20 человек, с которыми я разговаривал и общался на этом проекте, всего два были, ну, неадекватные. Так назовем их. И то неадекватность проявлялась в их речи. Вот такие вот персонажи здесь тоже встречаются. И вы не поверите, хоть вот в такой вот неадекватной форме, но эти люди пытались мне помочь. Они хотели меня довезти туда, куда мне надо. Но то, как они это предлагали, вы сейчас видели. Ну, а теперь возвращаемся к покупке личного транспорта с помощью вот этих вот ребят. За что, конечно же, огромное им спасибо. Они же мне и показали, как надо взаимодействовать с транспортом на этом проекте. И почему я это считаю, это лично мое мнение, почему я это считаю, ну, глобальной проблемой этого проекта. Для того, чтобы владеть машиной, которую мне ребята купили, нужно арендовать парковочное место. Парковочное место стоит 5 тысяч в сутки. И продлевать его надо каждый день. Парковочных мест очень мало. И сейчас есть небольшой спад онлайна, поэтому мы нашли, в общем-то, достаточно быстро парковочное место. К тому же, один из этих ребят был владельцем этого парковочного места. Ну, и даже не парковочного места, а этого паркинга целиком. Он назначает цены. Ну, и, конечно же, для меня на какое-то короткое время была цена снижена до тысячи. Я арендовал за тысячу это парковочное место. Но после этого, конечно же, цены опять поднялись. И это происходит из-за того, что нету никакой конкуренции. Парковочных мест не хватает. И, естественно, что на каждой парковке будет максимально возвышенная цена, то есть 5 тысяч в сутки. Но и на этом еще проблемы не кончаются. Если вы не успели продлить место, то вам придется бегать и искать новое. Парковок не так много. Их не хватает. И не факт, что на какой-то из парковок вы найдете свободное место. Придется какое-то время потратить на то, чтобы побегать и поискать парковочное место. Но при высоком онлайне велика вероятность, что вы вообще себе этого места не найдете, а, соответственно, вы останетесь без транспорта. Потому что по условиям этого проекта, если у вас нет дома или парковочного места, вы не можете пользоваться своим автотранспортом. И лишить эту проблему может только покупка собственного дома. Что на данный момент вообще никак не представляется возможным. Потому что все дома на проекте уже скуплены. И купить в ближайшее время это точно не получится. И это в ближайшее время, я вам скажу, ни день, ни два. Ну и следующее, что мне в этой системе не понравилось, но это опять лично мое мнение, поэтому я его и высказываю. Это то, что вы привязаны вот к этой точке. Даже если все сложилось благополучно, и вы быстренько нашли себе парковочное место, там оно скидывается в 7 вечера, если вы к 7 вечера зашли, быстренько пробежали по парковкам, и у вас все сложилось, у вас есть свое место, то вы привязаны к этому месту. Вы не можете взять свою машину на какой-то ближайшей парковке, как это бывает на многих проектах. Вы просто бежите на ближайшую парковку от вас, и там получаете машину. Есть проекты, где вы вообще просто телепортируете машину к себе. Много всяких вариантов, и вот этот вариант, мне кажется, самым, ну, самым плохим из всего возможного. Это то, что вы привязаны к одному, единственному месту на карте, и вы всегда должны бежать туда. Если с вами что-то произошло, и вы появились на карте, зашли в игру в каком-то отдалении от своего привязанного места, вам придется туда бежать. Ну, или вызывать такси, или пользоваться каршерингом. Но все равно вы привязаны вот к этому месту на карте, которое вы арендовали. И вот, на мой взгляд, это, ну, это очень плохое решение. Но, как бы то ни было, такое решение присутствует на этом проекте, и с ним надо либо смириться, либо, ну, ну, либо не принимать его. Ну, а какие еще есть интересные решения и уникальные профессии на этом проекте, мы, наверное, узнаем в следующей серии. А на этом у меня все. Спасибо всем, кто посмотрел, и всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok